ребята всем привет у меня сегодня такой суматошный день ездила в паспортный подавать документы на паспорт так и не подала поеду завтра не смогла подать много людей очередь и приехали домой домой немножко отдохнула и начали с мужем делать курей потом пока я общипывали разделывала муж съездил забрал илюшу с детсада а артемчик от сестры артемчик сегодня целый день у сестры был и сделали мы сегодня 5 кур уберем их целыми в морозилку и покупатели будут проходить покупать мы договорились что мороженое я тоже буду продавать потому что там вот осталось еще шесть штук планирую завтра их сделать не знаю какая я приеду конечно завтра но сегодня слава богу у меня голова не болит а не болит почему сидим на автостанции может выпить таблетку еруда не хочу меня пока голова не болит будет болеть выпью он выпей пока она подействует она тебе будет долго болеть выпей чтоб не болела я выпила и я чувствую себя намного лучше голова не болит усталости как такова нет вот как то так все сама покажу кур какие у меня куры как я их упаковала вот они наши курочки вес у них наверно я буду перевешивать везде четыре штуки 3 200 1 3 но здесь у меня я взвешивала совсем по-другому и минус 800 грамм до минус 800 грамм надо подкрутить сделать в плюс и посмотреть сколько круче сейчас я все сделаю посмотрю сколько будут куры надо перевешивать только заметила вот они отдельно лапку уберу сейчас морозилку а это по трошке я их убирать морозилку не буду еще соберу холодильник здесь сердце желудок и печень тоже планирую завтра приехать перекрутить и нажарить деткам котлетки все поставила я на ноль без старочки она вот минус идет а старочка именно 0 как мне надо я вспомнила я взвешивала вот этот таз потому что я закрывала кабачки я взываю взвешивала в этом тазу кабачки и поэтому у меня минус сначала взвесила таз сколько он весит а потом кабачки сейчас короче буду перевешивать кур новый грамм на 200 наверно будет больше сейчас посмотрим посмотрите 3 400 ровно на 200 грамм себя чуть не надурила с курями а было 3 200 даже сейчас покажу у меня написано вот 3 200 подписала вообще фокусами вот она так что перевешивать надо будет все так чем я занимаюсь у меня вот стоят огурцы залила уже второй раз кипятком третий раз буду заливать рассолом подготовила алычу на компот и на заморозку у меня вот идет форм формочки силиконовые для выпечки я сюда накладываю фрукты ставлю это в морозилку а потом буду это все когда заморозится перекладывать в кулек в пакетик вот это у меня замороженная мята как я ее замораживаю скручивая листочки заливаю водой и выкладываю формочки для льда теперь она замерзла я сейчас достала и буду перекладывать все в этот кулечек и уберу в морозилку вот такие вот так я замораживаю мяту а сейчас это буду отправлять в морозилку и у меня стоит на плите вода сейчас закипит и буду заливать компотик всем привет сегодня хочу вам показать как я делаю печеночные котлетки так как у меня дети печенку не едят вообще потроха ни в супе нигде вообще чтоб их не было видно не едят я придумала такие котлетки в печенку добавляю сердце желудок все это перекручиваю и делаем формирую котлетки я вперед уже показывала такие котлеты они пуш пышные такие вот нот мягенький хороший вкусный получается сейчас вам покажу сколько у меня потрошков почистила лучок чесночка и буду сейчас крутить все через мясорубку так вот они у меня потрошки желудок печень и сердце здесь у меня потрошки из семи кур вчера пять штук сделали кур и сегодня две штучки вот семи штук вот это вот потрогать я буду все крутить через мясорубку мясорубку приготовила тарочку приготовила в как в которую это все круче здесь буду все перемешивать ну будем сейчас крутить перекручу потом покажу что я добавляю в эти котлетки так вот перекрутила через мясорубку всю смесь добавила еще сюда сухой хлеб именно сухой не замученный так как печенка дает жидкость добавила два яйца специй солью ты точно буду перемешивать формировать жарить вкусные котлетки а что я еще сюда добавляю разрыхлитель для пышности они тогда пышные и мягкие вкусные кто не пробовал попробуйте с разрыхлителем котлетки очень нравятся а еще можно если есть овсяные хлопья тоже добавить но у меня нет овсяных хлопья можно еще овсяные хлопья добавить это же очень очень вкусно ребята всем еще раз привет никак не допишу видео чтобы было хотя бы 10 минут короткое видео выпускать смысла я не вижу так по чуть-чуть по чуть-чуть что успела то поснимала курочек мы своих всех уже убрали старых первую партию убрали все в морозилку положила подписала каждую курочку сколько она весит ой последние куры у нас были получается последние четыре штуки вчера доделали и самая маленькая там оказалось полтора килограмма вообще мне не понравилось эта партия курей очень маленькие по сравнению с коп 500 это у нас были россы бройлер рос вторая партия вот вы ездила я бы нет за цыплятами ток от 500 там цыплята уже хорошие бегают такие что и слава богу у нас в минус не пошли пока ни один цыпленок мустов как в той партии там наверное штук 56 подохли можно так сказать но я вот считала каждую курочку которую мы делали я записывала какой вес самый большой вес был у нас 3900 это мало по сравнению скоб 500 как мы в том году держали у нас доходило до 5 килограмм даже чуть больше но стабильном было четыре с половиной пять в таком возрасте как мы убрали этих кур я жару последних вот четыре штуки мы я вот а пусть уже кушает хоть чуть-чуть массу наберут муж говорит куда не наберут массу смысла нет их держать кормить на жару и получается одна курочка там было три килограмма два с половиной 2 600 по моему и полтора последние куртыки вот самые маленькие когда убирали курей кур то мы брали самых больших не и маленьких оставляли чтоб они подрастали но в итоге них никто ничего не подрос в перерывах между этим еще к упорю постепенно потихоньку к упорю закрываю закрыла кабачковую икру мне соседка дала рецепт с майонезом знаете неплохая такая буду еще закрывать попробую снять видео поделиться с вами этим рецептом мне понравился раньше я кабачковую икру не закрывала не получалось мне я закрывала как кабачковая икра не красоты вот это кубиками порезать все протушить потом банки ну сокеров кабачковая раху такой такого а это именно икра с майонезом очень очень вкусная такой знаете как советское время было вкусная икра буду еще закрывать делать закрыли немножко помидор огурцов алыча еще все стоит еще в погреб даже не опускали на сегодня муж придет с работы сказать что попустить в погреб тоже в кухне место моложе все заставлено банками бутылями но и замораживаем потихоньку ягоду фрукты чтоб зимой можно было не только доставать компот с бутыля пить а еще вариться свежих замороженных ягод мы зимой достаем бутыль компота и мы разводим его водой добавляем немножко сахара и варим тоже компот очень вкусно компот кисель тоже мы варим с своих ягод которые закрывали также сама можно сделать желе но желе честно я еще толком не пробовала там раз по моему пробу у меня что не получилось посмотрим пробовала делать коктейль с бананов мне посоветовали ну что-то у меня дети не оценили они любят коктейль мы делаем как берем мороженое любое но в основном это у нас идет пломбир белое мороженое берем сок яблочно-виноградный на тах на любители у нас дети любят и яблочный виноградный или такой яблочный виноградный совместно добавляем мороженое молоко и сок это все блендером взбиваем и наливаем коктейли детям очень очень нравится так что ребята хочу еще показать в перерывах этого связала у меня заказали мочалочку длинную завтра отвезу хозяйки на работу сегодня они выходные вот такая мочалочка стоит 200 рублей на нас двух сторон пушистая и закончила цветочек который поедет вместе с куклами получился вот такой цветочек тоже 200 рублей стоит купила я мочалочку сейчас покажу какие мочалочки я покупаю и обрезаю и вкладываю вот такая вот губка ариэль это я покупаю в магазине иной раз беру по цвету чтоб подходила к цветочку и вот так вот вырезаю кружочек и вставляю у меня получается вырезается пол круга но чуть больше пол круга и вторую половинку я дорезаю с этой стороны и вот так вот тогда у меня получаются мочалочки так что ребята так мы проводим время какие у нас новости всем мира добра берегите себя пишите комментарии не забывайте нас кто не просмотрел наши все видео пожалуйста рассматривайте самого начала монетизацию я еще не подключила я не могу там надо вводить адрес что-то я вообще не могу понять как и что там делать мне надо чтобы кто-то подсказал ваня обычно мне ваня подсказывает но он что-то сам не может разобраться не знаю или так что а еще я же говорила вперед видео мне заказали синий трактор это сестра заказала сыну на день рождения хочет подарить мягкую игрушку синий трактор вот надо купить пряжу найти на и живые меня есть пряжа но она голубая она не такая яркая как мне надо а мне надо вот такого цвета чтобы было вот ярко синего а это бредновато какая-то надо купить еще такую пряжу и начать вязать трактор пока у меня нет заказа а то потом очень тяжело летом вязать на заказ потому что времени очень очень мало зимой до зимой времени больше и я быстрее вижу также какие дела всем пока а то сейчас опять на говорю у меня дела стоят надо делать все до новых встреч